МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире и в студии у нас сегодня работники учреждений культуры Ахтубинского района. Ну, а говорить, естественно, мы будем о том, что сегодня происходит в этой сфере. Вас, уважаемые телезрители, я приглашаю принять участие в вопросе. У нас всего один вопрос. Чувствуете ли вы позитивные перемены, которые происходили в минувшем году и происходят сейчас? Я представлю, кстати, сделать вы это можете, отправив смс, да или нет, на номер телефона, который сейчас у вас на экране. Будьте, пожалуйста, активнее, а я представлю гостей нашей студии. Кстати, еще напомню, что стоимость смс-сообщения соответствует тарифному плану вашего оператора. Итак, все-таки представлю гостей в студии. Это директор муниципального бюджетного учреждения по кинообслуживанию населения Елена Семакина. Заместитель начальника управления культурой и кинофикацией администрации муниципального образования Ахтубинский район Оксана Долина. Директор районной детской школы искусств имени Балакирева Татьяна Травенко. И директор Центра народной культуры Татьяна Зубричева. Вы знаете, я сейчас попрошу оператора в студии подготовить сюжет. Готовясь к этому прямому эфиру, мы решили познакомить наших зрителей и напомнить вам, что же происходило в культуре в 2014 году. Мы посмотрим сейчас, ну а потом дополним. Пожалуйста. Сегодня по всей России активно возрождается традиционная народная культура с целью сберечь, возродить и приумножить истинные ценности, чтобы передать это доказательство будущим поколениям россиян. Торжественное открытие Центра казачьей культуры в Ахтубинском районе состоялось 5 сентября 2014 года в районном Доме культуры. Это событие радостное и долгожданное. Результат многодневного кропотливого труда специалистов Центра народной культуры, которые прошли этот путь от идеи к реальному ее воплощению и смогли передать настоящий колорит казачьего быта и самобытной культуры казаков. Проект «Открытие Центра казачьей культуры» получил грант главы Ахтубинского района и стал победителем грантового конкурса губернатора Астраханской области. Глава района Виктор Ведищев поздравил земляков с праздником и отметил, что открытие Центра казачьей культуры на Ахтубинской земле – это еще один серьезный шаг в деле возрождения православной культуры и патриотизма. Посетителям казачьего центра были представлены экспонаты, ярко иллюстрирующие казачий быт и жизненный уклад. Сувенирная продукция и литература по истории астраханского казачества настоящим подарком для всех стал замечательный галоконцерт «Люба казаки», в котором приняли участие хореографические, танцевальные и вокальные коллективы. Также в Ахтубинске действует Центр русской культуры Берегиня. Его открытие стало настоящим праздником, который проходил в лучших традициях народных гуляний. На улице перед концертно-выставочным залом муза гостей встречали скоморохи, а Дед Мороз со Снегурочкой предлагали угощение и приглашали заглянуть в русскую избу. Открытие получилось ярким, красочным, с музыкальным прологом и художественными номерами. Уходящий 2014 год был годом культуры в России. Ахтубинский район реализовал много запоминающихся, как любят сегодня выражаться, креативных проектов. Проведены реконструкция районного дома культуры и капитальные ремонты домов культуры в селах Капустин-Яр и Золотуха. Получил второе рождение кинотеатр «Победа». Отремонтирована кровля, отмостки, укреплен фасад. Зрители могут смотреть фильмы в форматах 2 и 3D. Новый облик приобрел филиал «Заречье» районной детской школы искусств имени Балакирева. В селе Пологая Замища открыта модульная библиотека. А в районной детской художественной школе номер 4 имени Котова открыт художественный класс. Эти и многие творческие идеи получили гранты главы муниципального образования «Ахтубинский район». Ну вот, вы посмотрели сюжет, который мы подготовили к сегодняшней встрече. Но, конечно, всего уместить в один сюжет нельзя. Наверное, за год происходило много разных событий. И я думаю, что Оксана Николаевна может дополнить, что же происходило в год культуры в Ахтубинском районе. Да, вы правы. Прошедший год был провозглашен президентом годом культуры. И это обозначило всю стратегию развития культуры Ахтубинского района. Сегодня культура – это не только праздники, концерты, фестивали. Как иногда люди связывают именно поем и пляшем, да? Да. Это еще и созидание, это еще и развитие сферы культуры. В нашем районе создаются условия для творчества, проводятся грантовые конкурсы, проходит проектная деятельность. Наши учреждения тесно взаимодействуют со всеми сферами жизнедеятельности общества. Проектная деятельность наших учреждений как раз и определяет стратегию развития учреждений. Если вот только в 2014 году 10 проектов молодых специалистов учреждений культуры стали обладателями гранта главы администрации Ахтубинского района. Сегодня почти все проекты реализованы, остальные находятся на завершающей стадии. Давайте поясним, что такое грант. Сегодня деньги никому с неба не падают, и на тарелочки их никто не принесет. То есть надо участвовать в проектной деятельности, а грант дает возможность реализовать идею, потому что за грант положены определенные деньги. Да, совершенно верно. Вот мне бы хотелось сказать об одном из многих грантов, которые реализуются сейчас районной детской художественной школы. Этот проект называется «Творчество без границ». Его задумка – это открытие класса художественного образования и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодня этот грант находится в стадии завершения. Этот проект закуплено специальное оборудование и проводится формирование учебных групп. Одним из очень интересных проектов является проект «Хроника чувств». Это проект создания электронной книги. Проект, который реализуется в Межпоселенческой центральной библиотеке. Я знаю, что недавно был репортаж. Работники библиотеки говорили о своем проекте. Но я хочу сказать и обратиться ко всем телезрителям, жителям нашего района. Пригласить поучаствовать в этом проекте. Нам без вашей помощи эта книга не сможет выйти в свет. Сбор фотографий и семейных альбомов. Что из себя представляет этот проект? Солдатские письма, телеграммы, открытки, фрагменты фронтовых газет и многое другое. Пожалуйста, это все хранится у вас в шкафах, в коробках. Передается из поколения в поколение. Я прошу вас взять это, прийти в Межпоселенческую центральную библиотеку по улице Волгоградская. Это все будет работниками библиотеки оцифровано, переведено в электронный вид. А людям вернут их фотографии и письма. Конечно, это не будет даже забираться. Все сделается в присутствии хозяина. И желательно, чтобы еще к этому была информация о своем деде, рассказ, за что получен этот орден или медаль, где воевал родственник. Это не обязательно должно быть участник войны, ведь у нас тема – это хроника чувств, а чувства были не только во время боя. Может быть, это какая-то семейная история, как познакомились, встретились, может быть, после войны, то есть послевоенное время. Очень хотелось бы обратиться за помощью и активизировать свою работу. Мы еще вернемся к теме 70-летия Великой Победы, а вот все-таки в отношении культуры. Академик Попович говорил, что культура – это пространство, в котором проходит человеческая жизнь от рождения до смерти. Наш Ахтубинский район в 2014 году очень большое внимание уделил культуре. И культуре здесь у нас в городе, и в частности культуре на селе. Если можно, озвучьте, пожалуйста, цифры, потому что все, к сожалению, решают деньги. Есть деньги – можно поднимать культуру. Нет денег – это гораздо сложнее сделать. Бюджет Ахтубинского района, то есть денежные средства, которые направлены на реализацию, на развитие культуры в Ахтубинском районе, на 2015 год – это более 80 миллионов. Ну, в общем, солидная сумма для бюджета Ахтубинского района, довольно-таки солидная сумма. Давайте сразу скажем, на что пошли эти деньги. Ведь культура у каждого свое представление об этом. На концерт или они пошли, на костюм или эти деньги пошли, или, я не знаю, еще какие-то мероприятия были. Более 80% из этих денежных средств составляет заработная плата работников учреждений культуры. Уже сразу совсем другая сумма. Да, сегодня заработная плата, то есть труд работника культуры, он достойно оценивается. И в рамках реализации указа президента о совершенствовании сферы культуры, социальной сферы в Российской Федерации, разработана дорожная карта, в рамках которой проходят мероприятия по повышению заработной платы работникам культуры. Я могу сказать, что сегодня заработная плата работников клубной деятельности составляет в среднем 16 608 рублей. Средняя заработная плата в учреждениях дополнительного образования детей, опять же в сфере культуры, составляет 19 992 рубля. И если мы говорим о бюджете, то остальные 20% это затраты на коммунальные расходы, то есть содержание, это свет, тепло, связь. Ремонтные работы в 2014 году у нас были проведены в рамках социально-частного партнерства, в рамках реализации государственной программы развития культуры села Астраханской области. Но мы знаем, что любая программа подразумевает с собой софинансирование, то есть непосредственно в рамках реализации развития культуры села Астраханской области софинансирование в размере 60% Астраханская область и 40% муниципальное образование. Ну давайте мы тоже еще вернемся к селу. Я не знаю, как развивается культура на селе, а вот смотрю на Елену Викторовну и, наверное, Ахтубинцы, которые побывали в обновленном кинотеатре «Победа», знают, что сейчас он выглядит совершенно иначе, нежели несколько лет назад. И для того, чтобы посмотреть фильм в формате 3D, не так уж необходимо ехать за пределы района и даже области. Вот. Елена Викторовна, вот у вас столько новаторства за последнее время. Вот расскажите, пожалуйста, что у вас происходит? Ну действительно, правильно в сюжете было сказано, что кинотеатр «Победа» получил вторую жизнь. И была отремонтирована кровля, фасад, отмостка здания. И вот как раз о той программе, о которой говорил Оксана Николаевна в 2014 году, было выделено областных денег полтора миллиона и софинансирование местного бюджета, это один миллион, как раз были направлены на ремонт фойе и приобретение кресел с установкой в зрительном зале. Это вот как раз те суммы, которые вы... Вот скажите честно, откровенно, если можно, оно того стоило? Люди ходят? Вы знаете, посещение кинотеатра увеличилось в разы. И к нам приходят с семьями, приходят с детьми, приходят пенсионеры. И они, мы видим, как они радуются посещению. К нам даже просто вот заходят люди, даже школьники идут со школы, зайдут в кинотеатр «Победа», посидят, телевизор посмотрят, идут дальше. Точно так же люди приходят, ну, попить кофе, просто посидеть, отдохнуть, посмотреть, поговорить, вот просто даже не идя в кино. Понимаете, вот даже такое бывает. Я знаю, что в вашем кинотеатре помимо киносеансов проводится еще очень много мероприятий. То есть вы, в общем-то, просветительской деятельностью занимаетесь, не только показывая кино. Конечно, как бюджетное учреждение, муниципальное, мы выполняем очень важную и большую работу, социальную работу. Помимо основной деятельности показа фильмов, мы проводим мероприятия, которые направлены на патриотическое воспитание детей, нравственное воспитание, гражданское, пропаганда о здоровом образе жизни. Особенно этому мы уделяем много внимания. Это мероприятия по борьбе с курением, с наркоманией, с алкоголем. Ну, во-первых, большой зрительный зал дает такую возможность. К нам приходят школьники, то есть это заранее уже спланированные мероприятия. И, конечно, в конце это обязательно показано на тему определенного фильма или мультипликационного фильма для закрепления, так сказать, тех знаний и навыков, которые были получены детьми. И вот мы приглашаем и врачей, мы приглашаем работников в церкови, мы приглашаем и, вот когда мероприятие было у нас по безопасности дорожного движения, то есть это было и работники ГАИ, которые проводили мероприятия, и игры различные по учителям с детьми. То есть это все очень важно. Я знаю даже, что у вас перед сеансом теперь дают концерты. Да, мы решили возобновить такую традицию, которая была до войны, во время войны, немного после войны, да, когда проходили перед сеансами концерты. И мы решили, что вот учащиеся в школе искусств, это совсем неизвестные никому музыканты, начинающие музыканты, детки, приходят и перед сеансами устраивают небольшие концерты. У них есть зрители? Конечно, мы на такие мероприятия приглашаем, мы очень честно сотрудничаем с социальным центром поддержки населения, да, то есть это приходят дети с ограниченными возможностями, приходят дети из многодетных семей. Вот последний концерт это был на рождественские встречи 5 января, да, когда мы, естественно, бесплатно приглашали ту категорию детей, о которых я сказала. И вот именно для них был этот концерт. Естественно, на мероприятие, на кинопоказ пришли и просто жители Ахтубинской. Ну, им, как говорится, сочетайте приятное с полезным. И люди послушали детей, да, и детям есть перед кем выступить, потому что артисты, должны иметь своего аудитория. Для многих это было первое выступление, да, они волновались. Это вот Клаус, Татьяна Валентиновна, директор районной детской школы искусств имени Балакирева. Татьяна Валентиновна, кроме того, что дети занимаются музыкой, я знаю, у вас очень много работы, в том плане, что артистов-то надо вывозить. Мир же должен услышать их голоса. Да, хочу сказать, что прошедший год был очень значимым годом вообще для истории школы, потому что наша школа вступила в семью школ побратимов и называется теперь именем великого русского музыканта, просветителя Милия Алексеевича Балакирева. Что дало это нашей школе? Конечно, это выход уже на другой уровень общения, как детей, педагогов, музыкантов. И в плане учебных каких-то введений новых, буду сейчас говорить, программ, проектов, инструментов даже. И, конечно же, дети понимают, что они выходят на другой уровень, потому что уже участвуя даже в сводном хоре, посвященном мероприятию присвоения 20-летия имени Балакирева основной московской школе, вот уже началось, еще мы не получили это имя, но дети уже поехали и участвовали в этих мероприятиях. Мы сотрудничаем очень тесно со всеми школами балакиревцами, которые у нас по всей теперь уже Российской Федерации. Мы участвуем во всех конференциях. И в Волгограде ездили в Петрозаводск, дети участвовали в летней творческой смене в городе Анапа. Это все уже связано с именем Балакирева. И, конечно же, это, естественно, выводит и уже на более высокий профессиональный уровень и коллектив, и учащихся. Понятно, что сейчас самое важное – это удержать уровень, который школа достигла. Если говорить о том, что сколько денежных средств влилось за этот год, мне очень приятно об этом сказать, что на самом деле, участвуя в целевых программах федерального, областного и муниципального уровня, мы приобрели огромное количество инструментов. И я не боюсь их назвать. Это новые виолончели, скрипки, это баяны, аккордеоны, это и трубы, саксофоны, балалайки, ксилофоны, казахская дамбра и гусли звончатые. То есть это те новые образовательные программы, которые на самом деле сейчас и действительно поднимут качество образования. У вас ребята занимаются на ваших инструментах. Я думаю, что не каждая семья способна приобрести саксофон. Конечно, конечно. Это очень дорогие инструменты. Да, сейчас очень дорогие, тем более мы покупаем хорошие, качественные. Естественно, у нас существует такая форма, что инструментами школьными дети пользуются. Но это существенно, да, это очень существенно. А те, которые наиболее одаренные, наиболее талантливые, они и более лучшими, качественными инструментами пользуются. Поэтому на самом деле это очень престижно. Дети стремятся к этому, стараются и участвовать, и играть в лучших концертах. И, естественно, они понимают, что их роль уже даже в жизни школы более значима. Поэтому, конечно, еще одним знаковым событием, вот уже и в сюжете было показано, это открытие нового помещения филиала Заречья. Даже невозможно сравнить с тем помещением, которое было, где дети занимались при температуре плюс 3 на протяжении очень многих десятков лет. Когда это было светлое, красивое, радостное, очень яркое здание, помещение, отсюда что, увеличился контингент учащихся. Мы смогли открыть отделение изобразительного искусства, театральный класс. То есть, естественно, буквально в полтора раза увеличилось, как говорится, количество детей, которые и родители. Самое главное, очень приятно, что следят за порядком. Очень душевно и тепло относятся к тому, что это дом, в котором живет музыка и искусство, и дети хранят чистоту, тепло в этом доме. Это тоже очень значимо. Хочу сказать, что в прошедшем году мы очень много работали с фондами благотворительными, которые тоже помогали нам своими денежными вливаниями. Это фонд Марии Максаковой Генбергс, это закрытое акционерное общество Лукоил, это Газпром добыча Астрахань, это и даже премия у нас российского значения «Молодые дарования России». Это тоже немаловажно, потому что с помощью этих грантовых денег дети смогли поучаствовать с рубежом в очень значимых, весомых конкурсах. Франция, Чехия, Финляндия. Сейчас уже готовятся с оркестром волгоградским ехать в Польшу. То есть дети понимают, что музыка – это действительно часть жизни, это сейчас очень престижно, красиво и для кого-то становится, в общем-то, значимой профессией. Все дело, год культуры, культура вообще – это уже государственная политика. И вот хочу сказать, что сегодня любой руководитель и даже учреждение культуры, он все-таки еще и менеджер, потому что надо заниматься проектной деятельностью, надо сотрудничать, надо искать возможности, чтобы реализовать свои планы. Я думаю, Татьяна Сергеевна со мной согласится. Уж они-то в грантовой деятельности участвуют давно, я бы сказала. И многое удалось реализовать именно благодаря этой деятельности. Да, конечно. Вообще год культуры, прошлый год, принес нам очень много интересных идей и реализованных идей. Но в первую очередь год культуры принес нам новый отремонтированный дом культуры районный, который радует... Если кто давно там не был, побывайте обязательно, действительно. Да, приходите к нам. У вас очень хорошо и светло. Да, да. Дело в том, что проектной деятельностью мы уже не первый год занимаемся. Но результатом прошлого года стала победа... Значит, губернатор объявил грантовый конкурс на реализацию лучших проектов. И проект открытия казачьего центра на базе районного дома культуры стал победителем. И губернаторам нам была выделена сумма 550 тысяч рублей и софинансированным, конечно же, районной администрацией еще 300 тысяч. И на эти деньги мы смогли открыть центр. Вот в начале передачи было показано как раз открытие нашего центра. Конечно, сделали ремонт, приобрели музыкальную аппаратуру, вокальные микрофоны, костюмы пошили. Сейчас у нас там очень хорошо. Кстати, про костюмы это отдельный вопрос. Я очень хорошо помню, когда люди, которые занимаются хоровой деятельностью, раньше жаловались. Ну что, мы приезжаем на фестивали, все выходят такие нарядные, такие красивые. Ну что же мы-то такие убогие? Все-таки этот вопрос решен. Да, вы знаете, когда проходят вот такие большие праздники, такие как фестиваль, славянский базар, когда приезжают все коллективы художественной самодеятельности. Один выходит красота, следующий выходит еще лучше. Это здорово. Действительно, за последние годы наши коллективы художественной самодеятельности обновили свои костюмы. То есть в каждом селе по комплекту новых костюмов, но есть. Это, конечно, благодаря депутатским деньгам. Во-первых, хочется сказать большое спасибо Фурику Алексею Александровичу, который нам выделяет на села средства. А, конечно же, главе Виктору Алексеевичу, ведущему, который выделил нам средства на казачий костюм. У нас пошиты костюмы на ансамбле русской песни «Разгуляй». Ну и, конечно же, на танцевальные коллективы. И «Веснушки», «Экспрессия». Ну, в принципе, люди видят, что костюмы обновляются. Слушайте, слушайте, уважаемые телезрители, и не забывайте наш опрос. Чувствуете ли вы позитивные перемены в сфере культуры? Да, еще хотелось бы сказать об одном проекте. Недавно у нас также открыт Центр русской культуры «Берегиня». И я, пользуясь эфиром, пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей к нам в концертно-выставочный зал «Муза», где двери русского центра всегда для вас открыты. У нас очень красиво. Сувенирная продукция, горячий чаек с нитком, все как полагается. Полагается экскурсия, мы принимаем коллективные заявки, игры, мастер-классы. Все, пожалуйста, все для вас, все в русских народных традициях. И также Казачий центр. О графике, конечно, работы можно узнать по телефону. Но могу вам сказать, что каждое воскресенье центры работают с 10 до 2 часов и в будний день по средам и пятницам. Вот, по сути дела, уже половина времени нашей программы прямого эфира прошло. И я, так сказать, подытожив немножко наш разговор, хочу спросить, вы слышите такое, бывает ли такое? Я, например, слышала, что говорят, господи, без культуры, без песен жить-то можно. Ну, столько денег, вот сейчас люди послушали, это столько денег идет на культуру. А ведь на эти деньги можно было и в ЖКХ что-то сделать, дорожное строительство. Да масса, масса дел, всегда денег не хватает. Как вы к этому сами относитесь? Ну, я всегда говорила, я буду говорить, что культура – это душа народа. Мы работаем для того, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Когда мы приходим в учреждение культуры, бываем на праздниках, мы получаем духовную пищу, которая очень важна для нашей души. И мы стараемся вот эту пищу людям дать. То есть без этого душа будет просто мертва. То есть это потребность. Генетическая потребность каждого человека в песне. У каждого народа есть своя незабываемая традиция, свои обычаи и обряды. И вот именно учреждения культуры для того и работают, чтобы это сберегать. Вы знаете, наверное, даже во время войны бригады ездили и везли людям вот эту вот культуру, которой так не хватало. Пели песни, аккомпанировали на чем только могли. Фронтовые бригады были такие. Как там в известном фильме говорилось. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Но у нас-то еще, слава богу, мирное время. А в мирное время культура должна развиваться. Культура должна развиваться. Я тоже хочу добавить в том плане, что, хотя да, существует мнение, что ну есть же основная школа, есть же основные образовательные программы. Да зачем столько этих дополнительных учреждений дополнительных? Бедных детей так нагружают. Да, во вторую школу, и опять их там мучают. А нет, оказывается, что если мы не будем вкладывать, самая главная наша ценность – это наши дети. И поэтому, если мы не будем заботиться об их духовном здоровье, именно не будем приучать их к самому хорошему, то о чем мы будем говорить? Величие нации – это в наших руках, это наши дети, это наша политика. На самом деле культура – это лицо политической системы. И я с этим всегда буду как-то вот с этим лозунгом жить в душе. Я хотела бы добавить, что многие думают, что культура – это оперный театр, это Третьяковская галерея, музей. Но это тоже культура. Да, но думают, что только это. А на самом деле нет. Культура – это начинается она с культуры в селе. Вот это колыбельная перед сном, это частушки, это Новый год возле елки. Вот это тоже огромная часть нашей культуры. И нельзя об этом забывать. Это традиции. И только вот оттуда тоже истоки, которые передаются из поколения в поколение. Бабушки, самодеятельность – вот это вот тоже, на мой взгляд, самая главная культура. И в селе вот оттуда идет возрождение и сохранение культуры. Ну еще чуть-чуть можно добавить? Пожалуйста. Значит, если кто-то говорит, что культура – это только песни и танцы, на самом деле это не так. Культура – это вообще наша жизнь. То есть культура поведения, культура жизни, культура работы. И поэтому культура охватывает все. Культура, как говорит наш президент, это уже национальная политика в России. Это наша общая национальная идея даже, которая нас объединяет, весь национальный народ. А если говорить о трудноэкономической ситуации, не такая уж она и трудная, допустим, как в годы войны, да. Но несмотря на это снимались фильмы, правильно вы сказали. Они поднимали думы человека, писали симфонии. В блокадном Ленинграде симфония исполнялась Шостаковича. Если сравнить экономическое состояние и вообще людей того времени и сейчас, ну, конечно, наверное, несравнимо. И, наверное, тот, кто хочет заработать, он, наверное, все-таки может заработать. Ну, знаете, не тот, если причем, 2014 объявил годом культуры, 2015 годом литературы. То есть надо все-таки больше этому внимания уделять. Но мы продолжим наш разговор. Вот если люди, ахтубинцы я имею в виду, то, что происходит в культурной жизни города, они более-менее осведомлены, вот, то что сейчас происходит на селе, я думаю, это будет интересно нашим зрителям. Там же тоже культурная жизнь, и, возможно, она там даже более насыщенная, более, я не знаю, такая, ближе к народным традициям. Да, конечно. Пожалуйста. Вообще, в 2014 году произошла реорганизация в сети клубных учреждений культуры Ахтубинского района, и 8 домов культуры района стали филиалами Центра народной культуры. В связи с этим приоритетным направлением нашего Центра является развитие сельской культуры. Мы, когда принимали с 1 июня 2014 года, столкнулись с рядом проблем. Дело в том, что была очень слабая материально-техническая и хозяйственная база. В настоящее время необходима модернизация материально-технической базы, она крайне устарела, и износ оборудования составляет около 70%. Задачи, которые перед нами стоят, их довольно-таки много, но мы поэтапно стараемся их решать задачу за задачей. Дело в том, что за эти полгода произошли довольно-таки приятные изменения. Дома культуры сел, Удачная, Золотуха, Пироговка, Сокрутовка, Новониколаевка, Пологое займище и Копьяр. Произведены работы по подготовке зданий к зимнему периоду. Остекление, покраска окон, утепление. Я бы хотела немножко рассказать, потому что это действительно важно. Для того, чтобы оказывать достойные на уровне услуги сельскому населению, мы должны предложить им тепло и уютно. Они должны прийти в уютное, в теплое здание. Совершенно верно. Поэтому первостепенная задача, нам нужно привести здание в порядок. Поэтому я с этого и начала, что произведены именно частичные ремонты по утеплению здания. Дальше у нас проведены работы по обеспечению противопожарной безопасности. Это и пожарные сигнализации, огнетушители, обучение лиц и так далее. Проведена замена электровода здания. Это удачно и пироговка. Для того, чтобы подключить отопление, у них элементарно не было вода. То есть напряжения не хватало для того, чтобы включить обогревающие приборы. Проведены работы по замене электропроводки «Золотуха», «Удачная пироговка». Приобретены тепловые пушки. В рамках программы энергосбережения мы также проводим работу. Частично заменены окна, двери в учреждениях. И сегодня, на мой взгляд, самое главное, это то, что в зимнем периоде, сейчас, в данный момент, наши подведомственные учреждения все теплые. Они все отапливаются. Мы предварели вопрос, тут как раз вам хотели задать, запущены ли дома, культуры, села, отопление и свет. Да, да, все есть у нас по 8 учреждениям. Да, у нас тепло. Вы знаете, вот как я говорила, ряд задач перед нами стоит. Хотела бы отметить именно село Успенка. Моя мечта, конечно, чтобы все учреждения наши, сельские учреждения культуры, стали теплыми и уютными, стали настоящими дворцами культуры. Вы знаете, клуб или дом культуры на селе, это, я бы сказала... Это место общения. Это место общения, это очаг культуры. Очаг культуры. Потому что, если в мегаполисах или хотя бы в районных центрах люди могут куда-то пойти, то в селе идут именно в дом культуры. Для них это особенно важно. И я знаю, что в каждом доме культуры свой хор, свои коллективы творческие. И сельчане с удовольствием слушают своих же односельчан. Да, конечно. В каждом клубе у нас коллективы художественной самодеятельности есть. Но хотела о мечте сказать все-таки. Ну давайте. Послушайте, мне о мечте сказать. Да, хочу, чтобы действительно дома культуры стали настоящими дворцами культуры. А вот по селу Успенка, там сейчас у нас работают наши работники культуры в приспособленном помещении. Дело в том, что в свое время, где-то лет 5 назад, дом культуры был призван аварийным и был закрыт. И вот сейчас, когда нам передали его, мы сделали экспертизу. И экспертиза показала о том, что дом культуры можно ремонтировать. Он подлежит ремонту. И сейчас готовится проектно-сметная документация. И мы надеемся, что в ближайшие годы у сельчан появится свой дом культуры. Немножко хотела бы сказать о перспективах развития также по сельской культуре. В рамках областной программы развития культуры села на 15-й год запланирован ремонт дома культуры села Пологая Займища. Сейчас готовится проектная документация. И в этом году мы частично его отремонтируем. Также в целях возрождения национальных традиций и укрепления дружбы народов на территории нашего района, именно в сельских учреждениях культуры, в этом году будут открываться центры народной культуры. Значит, первое у нас на март намечено открытие центра казахской культуры. Оно у нас будет называться Балашак. Уже закуплена прекрасная красивая юрта с внутренним убранством. Закуплены костюмы. И совсем скоро у нас в Николаевке, в Доме культуры, появится свой центр казахской культуры. Значит, сразу по деньгам скажу, что это федеральная программа с софинансированием нашего бюджета. Также мы заметили открытие центра русской культуры «Кружевная капельа» в Доме культуры села Золотух. У нас там прекрасный коллектив, который имеет свою особенную манеру пения. И еще один этнографический центр. Мы хотим открыть русско-казахской культуры «Шамрай» в Доме культуры «Пологая займище». Ну, а в общем-то, очень много еще, что нужно сделать. Но мы надеемся и идем вперед уверенно. Вы знаете, так много хочется сказать. Я смотрю, время лежит так быстро. Вот не могу просто не вспомнить о творческих десантах, которые высаживаются в селах района. Что это за творческие десанты? Мы время от времени освещаем это в своей информационной программе. Но это, я так понимаю, что целый проект... Ну, это, как говорится, тоже возрожденная такая форма, когда собирается несколько сфер учреждения культуры. Это и с показом каких-то анонсов кино. Это дети и преподаватели нашей школы, которые на самом деле показывают игру на музыкальных инструментах. И потому что не всегда дети даже иногда видят эти инструменты вживую. Естественно, это проведение каких-то мастер-классов в плане изобразительного или декоративно-прикладного искусства. Все это с применением новых информационных компьютерных технологий. То есть это все очень интересно, красиво. Причем это может одновременно проходить в двух или трех классах, если это в школе или залах, если это, допустим, в каком-то приспособленном помещении. То есть идет очень хороший охват. И это на самом деле очень яркое, интересное событие для того коллектива творческого, детского или взрослого, которым приехали в гости. А как счастливы дети, которые едут с концертом. Но они же артисты. Да. Они же на гастроли едут. Это неописуемое счастье. И на самом деле восторгу нет предела. Культура. Уже не раз говорили, что это такое. Вот модельные библиотеки в селах появились. Несколько слов буквально об этом. В рамках программы... Вообще у нас в Ахтубинске сегодня уже три модельных библиотеки. Одна библиотека – это межпоселенческая центральная библиотека, которая находится в Ахтубинске. Вторая библиотека открыта была год назад в Капустином Яре. И в прошлом году открыта библиотека модельная в Пологом Займище. Здесь тоже в рамках федеральной программы библиотека открыта. Произведен ремонт, закуплена межпоселенная. Чем она отличается от обычной библиотеки? Здесь новые формы работы. Значит, это не библиотека, которая отвечает стандартам прошлых лет, а библиотека, которая отвечает новым технологиям. Это и оборудование новое. Это обязательно подключение, то есть наличие в библиотеке сети интернет. Это новые формы работы с детьми. Библиотека стала яркой, красивой, удобной. Там в Пологом Займище детский отдел библиотеки. Он тоже радует. Вот приходишь, там яркие красивые пуфики, яркая красивая мебель. Спасибо. Елена Викторовна, то, что из сел приезжают смотреть кино в формате 3D, это здорово. А как в селе с кинофикацией дело обстоит? В 2014 году сельские киноустановки были сокращены. Это было связано с тем, что оборудование кинопроекционное морально устарело, и на нем демонстрировались фильмы второй и третьей категории. То есть это старые фильмы, на которые, собственно говоря, никто не хотел ходить, и работа сельских киноустановок была неэффективна. Но мы закрыли не совсем кино, потому что есть проект кинопередвижки. То есть в село в этом году придет цифровое кино. Значит, так как были работники сельских киноустановок сокращены, то на средства, которые освободились от их заработной платы, было приобретено оборудование, уже часть оборудования, именно цифрового оборудования для сельского кинопоказа. То есть это 2 миллиона оставшихся денег и 309 тысяч – это деньги, которые заработал кинотеатр своими показами. То есть на 2 миллиона 309 тысяч мы закупили проектор с ламбой и с медиаблоком. Нам осталось теперь еще закупить звуковое оборудование, экран. Ну, на это нам дал деньги. В общем, цифровое кино в село придет. Да, заграничная оптестность Руссоль нам помогает. И вообще я хочу сказать, что в 2014 году наши учреждения привлекли в небюджетных средств на 13,5 миллионов рублей. И все вот эти результаты, которые… Ой, откуда вы их привлекли? Привлекли. Это и грантовая поддержка, это и социально-частное партнерство, платные услуги. И вообще все результаты, о которых мы сегодня говорили, достижения, не были бы возможны без поддержки главы района Виктора Алексеевича Ведещева, без социально-частного партнерства. Это большое я хочу поблагодарить ООО «Руссоль» генерального директора и депутатов Государственной областной думы Фурика Алексея Александровича, Каманина Александра Вячеслава Всеволодовича, «Баховец» Наталью Михайловну. В прошлом году они направили средства в размере 700 тысяч рублей, в этом году 1 150 000 на развитие учреждений культуры. Пусть в следующем году будет еще больше. Вы знаете, подводятся сейчас результаты смс-голосования, но вот мне здесь пишут, что зрители звонят и говорят, благодарят работников культуры за проделанную работу. Ну, значит, чувствуется, что вы работаете, и это очень приятно. Приятно не только, когда ты хорошо работаешь, приятно еще, когда эту работу кто-то ценит и замечает. А еще зрители просят анонсировать все проводимые мероприятия. Кстати, у нас на телестудии вышел новый проект, по пятницам будет выходить в эфир программа «Афиша», где, в общем-то, и будут анонсироваться культурные мероприятия, которые проходят на следующей неделе. Времени не так много осталось, но не могу не вернуться к 70-летию Великой Победы, а этот год у нас особенный. Я знаю, что готовится очень много мероприятий, патриотического содержания. Вот, и грустно, в общем-то, на вас лежит, культура. Можно? Пожалуйста, вот коротко, мало времени осталось. Я хочу сказать о проекте нашего учреждения, который стал тоже победителем гранта главы администрации «Ахтубинский район». Это фестиваль авторского документального кино «70 лет без войны». То есть мы, я пользуюсь случаем, хочу пригласить всех жителей района, кто любит снимать окружающий его мир и события, происходящие, для участия в этом фестивале. Ну, кратко скажу о номинациях конкурсных работ. Это «Поколение победителей», рассказ о военных и трудовых подвигах. Это «Наследники победы», «Любовь длиною в жизнь», «Бессмертный полк» название сами говорят за себя, «Места Ахтубинского района, опаленные войной» и «Жизнь района в мирное время». Собственно говоря, название «70 лет без войны» говорит о том, что можно показать все в этом своем фильме, которые работы принимаются с 15 марта по адресу Ахтубинско-Логоградская, 73, кинотеатр «Победа». И, в общем-то, положение конкурса можно найти и на сайте управления культуры, и в социальных сетях. И мы хотели бы, чтобы все приняли участие именно по 70-летию «Победы». Музей, районный историко-кроведческий музей стал победителем в областном конкурсе «Лучшее учреждение культуры» в номинации «Лучший музей» и получил грант в размере 200 тысяч. Эти денежные средства были направлены на реализацию проекта «Современная система экскурсий» в Зале боевой славы, как раз к 70-летию «Победы». Приобретено новое оборудование световое, акустическое, мультимедийное, витрины и манекены и другое оборудование. Приглашаю всех жителей посетить зал боевой славы в музее уже с новыми экскурсиями в новой обстановке. А вот то, что касается анонсов, вы сказали, я хотела бы тоже добавить, что пригласить всех зрителей. «Управление культуры» открылся сайт, уже более года работает официальный сайт. И в прошлом году мы заняли первое место во всероссийском конкурсе «Лучший сайт управления культурой» и «Учреждения культуры и искусства». Я приглашаю всех стать постоянными пользователями нашего сайта. Захотите, оставляйте свои идеи, пожелания, какие-то, может быть, замечания. Ведь иногда самая невероятная идея легко осуществляется, а мы поможем реализовать ее. Почему нет? Катяна Валентиновна, ваша школа тоже не останется в стороне? Да, я даже, естественно, скажу, я даже не буду называть количество мероприятий, которые запланированы. Единственное, что скажу, все равно не подсчитаете. Невозможно. На самом деле, сижу, думаю, что же сказать. Самое главное, что мы объединили эти мероприятия, выходя уже на всероссийский уровень, на нашей Ахтубинской земле, во всероссийский творческий проект «Наследники Победы». Это и конкурс исполнительского мастерства, поэтического, театрального, хореографического искусства, хорового творчества. И я думаю, что все мероприятия, которые всегда проводит школа, они все станут достойными именно у празднования 70-летия Победы. И, естественно, мы станем самыми активными участниками всех районных, городских, областных мероприятий. Я вот все время думаю, потому что мероприятия проходят, как правило, в выходные дни, чтобы люди пришли, посмотрели, послушали. У вас выходные дни есть? Нет. Скромно проволчит. Еще один вопрос, не могу не коснуться. Культура – это такая сфера объемная, что приходится сотрудничать с различными структурами. Куда без образования, без сферы образования, куда без комитета по делам семьи, подростков и молодежи, социальной службы, еще многое-многое другое. Я знаю, что в последнее время вы активно сотрудничаете с епархией. Вот о результатах этого сотрудничества. Оно взаимовыгодно, или, если так можно, вообще определение такое дать? Вы знаете, мы очень активно сотрудничаем с нашей Ахтубинской епархией. Дело в том, что по благословению епископа Антония мы проводим такие большие районные мероприятия, рождественские, пасхальные, сейчас у нас готовится пасхальный фестиваль, который также пройдет на территории храма, День славянской письменности и культуры, День святых Петра и Февронии, наш российский день влюбленных. Кстати, люди тут спрашивают, будет ли славянский базар в этом году? Да, славянский базар будет 24 мая, День славянской письменности и культуры. Поэтому всех заранее приглашают. Конечно же, будет со всеми национальными подворьями. И еще одна у нас сейчас совместная работа. В настоящее время верстается православный журнал, второе издание журнала «Русь святая, храни веру православную». Конечно же, в журнал войдут новые материалы о жизни епархии, о социальном служении, церковь и армия будут такие разделы, детские странички будут. И обязательно будет рубрика «К 70-летию Победы». Мы в этой рубрике расскажем о роли церкви в годы Великой Отечественной войны. И о подвиге, конечно же, наших земляков. То есть это сотрудничество приносит нам некую благодать. Потому что то, что это идет по благословению, это действительно дает силы, это одухотворяет настолько наше мероприятие. И люди благодарны. Люди хотят в этом участвовать. Родители, дети с большим удовольствием. Вы знаете, как-то участвуя в мероприятии, это в канун 9 мая, вот ежегодно проходит панихида на площади Победы. Да, 8 мая. И я вот для себя открыла, для меня это новость была, то, что 9 мая совпало, тогда об этом, может, никто не думал, на Пасху. Вы знаете, для меня это каким-то откровением стало. Думаю, ну надо, случайно это или не случайно произошло. Но если бы не это мероприятие, я бы, может, об этом никогда не узнала. И я думаю, что для многих ахтубинцев это тоже новая информация. Да, и вот много новой информации, кстати, в журнале будет. Поэтому журнал мы будем презентовать на пасхальном фестивале 12 апреля в этом году Пасха. А мне остается только озвучить результаты нашего опроса. В нем приняли участие 27 человек. Да, позитивным переменам, которые происходят все-таки в сфере культуры, сказали 26 человек, но один человек сказал нет. Ну, каждый имеет право на свое мнение. Мы не будем его оспаривать. А только мне остается поблагодарить вас, уважаемые гости, за ту информацию, за ваше участие, за ваши эмоции. А их видно, потому что вы переживаете за свое дело. А вас, уважаемые телезрители, за внимание. Всего доброго и до следующих встреч.